приветствую все зрители моего канала меня зовут марина и сегодня будет видео видео о котором спрашивали будет оно или нет я сказала что обязательно будет и вот выполняю это по сложившейся в том году традиции видео о том что у меня на вышивалась на даче с и два месяца в том году тоже было видео о том что едет со мной на дачу и что же собственно у меня в итоге на вышивалась но в том году это видео было гораздо более радостным чем оно будет сейчас потому что в этом году как-то у меня так получилось что я вышивала очень мало несмотря на то что на даче я провела полных два месяца даже на несколько дней и дольше но на вышивалась у меня не очень много и в основном работы были небольшие ну что давайте сейчас с вами по всем им пройдемся так начинать наверное мы с вами будем с печального для того чтобы потом переходить к радостному печальное это то что к одной работе к одной начатой работе скажем так из тех что я планировала вышивать на даче предполагала что возможно буду вышивать на даче я не притронулась вообще я настолько была загружена другими работами пусть они были маленькие но темпы у меня были тоже маленькие что увы к этой работе я не притронулась и это вот эта вот вышивка вот эта вышиванка от торговой марки колеро она у меня бедненькая просто так съездила туда-сюда это конечно очень печально но ничего не поделаешь так получилось к огромному сожалению так сложилось у меня даже ни разу не было порывов и вышивать потому что были работы которые были более актуальны на тот момент и еще одна работа которая продвинулась у меня не сильно много но все-таки продвинулась это мой анимон от доме и сейчас я вам он у меня остался кстати на даче я его с собой не забрала поэтому сейчас покажу вам в каком он сейчас там находится видим и так мой анимон но дома и сейчас выглядит вот таким вот образом сейчас я вам покажу как он выглядел в предыдущий раз когда вы его видели и и вот так вот он выглядит сейчас разница я думаю должна быть видна но я его оставляю сейчас на даче вот там вот стоят все мои сумки сейчас я буду все это вести домой но анимон на станке и волга вот видите станок и волга вот здесь вот у меня органайзер мой паковский анимон остается здесь поэтому буду приезжать на выходные вышивать и надеюсь что учитывая что это будет единственная вышивка которая осталась у меня на даче возможно еще что-то за там сентябрь октябрь я успею повышевать так что анимон у меня все-таки немножко продвинулся и надеюсь еще немножко продвинется следующее это ирисы я даже не знаю как вам сейчас показывать как-то буду пытаться но в любом случае давайте я ставлю верхнем правом углу вот здесь вот ссылочку на видео о готовой работе где вы сможете посмотреть подробнее потому что то что я сейчас буду пытаться вам изображать это конечно не дело потому что они очень большие вот у нас самый верх это будет весело и вот 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 ай-яй-яй может как-то так один слой второй еще большой ирис и вот это вот самая верхушечка достаточно большой кусок если не ошибаюсь но он был вышит именно на даче и да как то я повышевала короче говоря на станке иволга это было не очень удобно но я до вышивала эту работу и достаточно опять же скажу большой кусок я думала что я вообще успею закончить их до отъезда на дачу но не случилось поэтому пришлось заканчивать их там так что ирисы я тоже отношу к своим законченным дачным работам опять же отправляю вас и посмотреть вот это вот видео о готовых ирисах и могу вам сейчас показать фотографию как эти ирисы выглядят по соотношению со мной то есть они можно видеть какие они большие учитывая что у меня рост метр шестьдесят девять и и давайте перейдем к следующим работам следующие работы были небольшие но несмотря на то что они были небольшие они были сложные и они были не просто сложные они мне показались ну так знаете ну не для начинающего точно это вот эти вот две бабочки от торговой марки вдохновение первую я вышивала вот эту вот очень красивая бабочка но не все красивые но далеко далеко не легкие вот это вот у меня была первая и вот это вот была у меня вторая тоже очень красивая и сейчас я вот специально пойду обращусь к своему рукодельному блокноту для того чтобы сказать вам сколько дней у меня ушло на вот этих вот двух бабочек и так на вот эту вот бабочку у меня ушло вновь 9 дней и на вот это вот 5 можете себе представить 9 вышивальных дней я вышивала вот эту вот бабочку потом да я поняла какие-то свои ну не то чтобы ошибки но нюансы которые я делала не совсем правильно поэтому эта бабочка уже пошла быстрее здесь уже было пять дней но тоже это пять вышивальных дней вы можете себе представить работа помещается на ладошки Это 5 вышивальных дней. Про вот эти вот все хитрости, про то, как, по моему мнению, нужно делать и как делать не нужно, как закреплять нить и много других разных тонкостей, я рассказывала в видео по этим бабочкам. Опять же, вот здесь, в верхнем правом углу, сейчас выезжает на него ссылка, если вы вдруг собираетесь такие вышивать. Мне пришло очень много комментариев положительных, что я помогла этим видео, чему я, безусловно, очень рада. Так что вот, считайте, 9,5, 14 вышивальных дней у меня ушло просто на вот этих вот бабочек из двух месяцев. Вот так вот бывает. Еще одна работа, работа, которую я возила с собой, начиная, по-моему, с мая, в качестве процесса дорожного, это вот такие вот баночки от Димен. Четыре рождественских баночки, Christmas Jar Ornaments, вот такие вот красивые декоративные штучки должны получиться. Не знаю, могу ли я назвать их игрушкой, потому что размер баночек все-таки такой достаточно внушительный. И за эти два месяца я успела вышить полностью одну баночку, но она, как видите, у меня еще без бэкстича. Вот, опять же, можно посмотреть, то есть, если не считать лишней конвы, опять же, эта баночка помещается на руке, то есть, она даже вот... Ну, короче говоря, как бабочка, что-то такое. То есть, крупная такая прям игрушечка будет. Я ее называю «Львовская баночка», потому что у меня 90% этой баночки вышелось по дороге во Львов, с Львова и там. Поэтому это моя такая львовская баночка. И начала я еще одну баночку. Это значит, у нас вышелось вот это вот. Вот. С домиком, с пэкстичем, конечно, это все будет гораздо лучше выглядеть. И начала я... Вот. Начала я еще одну баночку. Видите, у меня еще нитка с иголкой. Я сначала делаю контур, потом его заполняю. Так гораздо легче. И это у меня... Вот это. Со снеговиком. Да, они у меня продвинулись. Ну, я даже не вышила полнабора. Но, конечно же, эти баночки я к этому Новому году закончу. Затягивать не буду. Нужно просто за них взяться. Как говоря, знаете... Что-то нам осталось начать и закончить. Ну, я уже немножко начала. Но еще, конечно, нужно будет просто не в качестве дорожного процесса, а просто в качестве обычного своего домашнего процесса за них засесть и вышивать. Ну, в общем-то, я ни о чем не жалею, потому что в качестве дорожного процесса они очень удобные. Пластиковая канва. Это, по моему мнению, один из лучших вообще вариантов для дорожного процесса. Следующее. Это у нас собачки. Мой четвертый шарик с собачками. Вы могли видеть его уже, по-моему, во впечатлениях месяца. И сейчас могу показать вам его еще раз. Вот он у меня в таком виде. Пока что еще не стиранный. Его нужно постирать. Нужно наклеить вот сюда-назад дублерин. Стоп. Постирать, погладить. Потом наклеить дублерин. Ну, и, соответственно, сшить шарик. Но он уже у меня вышит. И это мой, по-моему, рекорд. Четыре одинаковых работы крестиковых. И больше я на такие рекорды идти решительно не хочу. Кстати, по поводу бабочек. Я умудрилась начать. Еще одну бабочку. Сейчас. Вот. Еще одна бабочка у меня на читам. Но вышита у меня всего лишь ее четверть. Я думаю, что я сейчас вышью тот процесс, который у меня начат. И продолжу эту бабочку. Потому что здесь дома мне вышивать их гораздо удобнее. Потому что у меня близко стол. Я могу поставить вот этот вот органайзер с бисером на стол. И, ну, удобнее, короче говоря, организован процесс, чем это было у меня организовано на даче. Там нужно было видеть, как я вышивала этих баночек. Это вообще отдельная история. И бабочка будет выглядеть вот так. Это у нас павлиний глаз дневной. Такая вот красная, красивая бабочка. Так. Что у нас с вами дальше? Дальше по плану. Дальше по плану у нас... В принципе, мы уже подходим к концу. Вот настолько его было немного. Дальше у нас бобинки. Я думаю, что вы давно их заметили. Это бобинки для ниток, для мулине. Для чего хотите, но, скорее всего, для мулине. От дизайнера Евгении Коресниковой. Это был первоотшив. Я делала первоотшив этих розочек. По этим розочкам также есть отдельное видео. Сейчас вот здесь, в верхнем правом углу выезжает ссылочка на это видео. Кстати, интересно тоже посмотреть, сколько у меня ушло времени на вот эти вот бобинки. Пять дней. Больше всего мне нравится вот эта вот розочка. Очень красивая. Здесь мы вносили изменения. Мы заменяли цвет бэкстича. Так что я свою обязанность как первоотшивателя выполнила сполна. Проработали мы все какие-то мелкие... Ну, даже не недочеты, а какие-то мелкие нюансы. И теперь схемы вообще идеальны. Так что я очень довольна. И сейчас я занимаюсь еще одним первоотшивом, который покажу вам в ближайшем будущем. Я думаю, прям в ближайшие дни. Очень сильно на это надеюсь. Так что пять дней у меня были готовы вот такие вот бобинки. И уже последняя работа, которую я успела сделать, будучи еще на даче, это Милхилл. Вышивка по вот такому набору. Ай, как все ужасно отражается. Ай, сейчас давайте я достану из упаковки, потому что мы так с вами ничего не рассмотрим толком. Вот такая вот должна была быть работа. Это серия Могучий дуб-квартет. И вот у меня летний дуб был. И есть, слава богу. Ай, сейчас я до него дотянусь. Вот. Вот мой дуб. Кто видел видео о оформлении, вот здесь вот оно, выезжает на него ссылка. Оно у меня сегодня вышло. В день, когда я снимаю это видео. Тут я, видите, еще не успела подкрасить. Нужно подкрасить. В общем-то, я почитала комментарии, которые вот вышли на данный момент. И пишут, что работа зажата. Что сюда бы паспарту. Но я не хотела делать очень большую работу. Она и так не маленькая. Вот посмотрите в сравнении с рукой. Я хотела оформить таким образом, как оформляются работы Милхилл в сами родные рамки от Милхилл. То есть, Милхилл продает свои собственные рамки. И вы можете сразу вставить работу в рамку. И вот именно так я и хотела оформить. Я не хотела делать работу на полстены. Я вообще не видела в этой работе паспарту. Мы сделали здесь отступ, чтобы бисер не прямо в раму уткнулся. Но, не знаю, мне нравится. Если не считать вот этого маленького нюанса, в котором я сама, в принципе, была виновата. Опять же, по ссылке можете посмотреть, что там случилось с этим углом. Но я скоро это поправлю. Просто еще не успела. Только вчера мы вернулись. На момент, когда я это видео снимаю. И, не знаю, мне нравится. Стоять работа будет у меня. Так что меня эти комментарии ничуть не огорчают. Мне нравится. Это самое главное. У меня жена будет стоять. И стоит, кстати. Это, кстати, была предпоследняя работа. Я вас немножко обманула. И последняя работа, которая вышивалась мной на даче. Это были мои три наборчика от Волшебной страны. Я решила, так сказать, подчистить хвосты. И перед выставкой вышить те наборы Волшебной страны, которые у меня были в наличии. Давайте сейчас с вами пройдем на кухню и посмотрим, где же они у меня стоят. Вот мне удалось кое-как с горем пополам поднять штатив на такую высоту. Здесь у меня на кухне есть такая полочка. И здесь стоят именно декоративные всякие штучки. Тут стояли пасхальные украшения от Волшебной страны. И вот я их заменила вчера на вот эти вот вышитые. Это у нас лебедь, сердечко и птичка. Их всех троих я показывала в видео отдельном. Опять же, в верхнем правом углу выезжает ссылка. Мне очень нравятся эти наборчики. Очень красивая работа, очень красивая. Вот если солнце попадает. Но, конечно, вы видите, чего здесь не хватает. Здесь не хватает еще одного лебедя. Я тоже об этом рассказывала. Я не подумала, что нужно его приобрести. И обязательно приобрету в ближайшем будущем. И будет у меня здесь такая композиция из трех таких вот украшений. Единственное, я еще не придумала, как ставить птичку нормально. Она постоянно пытается упасть. Вот еще сердечко. Ей бы тоже какую-то, я не знаю, подставочку. И придумать, что ее там оперить. Нужно будет подумать. Но вот мои еще три наборчика. Еще три удачных работы. Также, к большому сожалению, кроме вот этого платья от Кулирова, которое было начато, но не вышивалось, было еще несколько наборов, которые я взяла с собой про запас. Но они тоже у меня были начаты. Это еще две бабочки от Вдохновения. Вот такая вот ленточница голубая. И вот такая вот зелененькая, очень красивая. К сожалению, они у меня остались нетронутыми. И также у меня остался нетронутым вот такой вот снеговичок от Dimensions с музыкальным модулем. Я никогда не вышивала такие наборы. Очень хочу к этому Новому году вышить. Тем более, здесь делаются кисточки. А я кисточки делать очень люблю. Так что думаю, что начну ее, кстати. Может, не прятать. И также я очень хотела начать вот этот вот набор от Морички. И до сих пор, если честно, поглядываю на него. Хочется мне попробовать все-таки эту технику. Может, тоже не прятать? Вот правда, очень мне интересно. И говорят, что быстро. Не знаю, справлюсь, не справлюсь. Нужно так аккуратненько здесь выкладывать все эти стежки. Ну, очень хотелось бы попробовать. Может, еще и возьмусь. И бабочки тоже хочу вышивать. Короче говоря, вот эта вот вся кучка. Надеюсь, что выше-то будет. Кроме того, я сейчас неровно дышу в сторону больших наборов Dimensions. Я когда-то рассказывала страшную историю о том, что в моей жизни вышивальной еще не вышито ни одного большого набора Dimensions золотой коллекции по оригинальному набору. У меня вышито две больших работы у Dimensions с подбором, скажем так, по схеме из интернета, даже по перенабору. Но именно большого голда по набору у меня еще не вышито ни одного. Я представляю, как это вообще смешно для многих. Но вот так, как есть. Поэтому я сейчас имею на примете несколько наборов. Это три набора, из которых я хочу выбрать и начать какой-нибудь. Но, скорее всего, это будет уже после Нового года. Не знаю. Посмотрим. До Нового года я бы очень сильно хотела постараться. Постараться. Я не говорю, что у меня это 100% получится. Работа не сильно легкая. Но я хотела бы постараться закончить зиму в деревне. Посмотрим, что получится. Очень сильно на это надеюсь. Ну что, на этом мы можем уже заканчивать с видео о моих летних вышивальных неподвигах. К сожалению, работ... Ну, не сказать, что их было мало, но они все были небольшие. Но при этом времени на каждую из них я тратила так нормально. К сожалению, здесь просто все дело в том, что как таковых вышивальных дней и времени на вышивку у меня в этом году было мало на даче. Очень странно. Я не ожидала сама этого. Кстати, я, по-моему, не сказала. Вот этот вот Милхилл вышивался у меня 8 дней. То есть тоже 8 вышивальных дней ушло на вот эту вот работу. Ну что, на этом все. Спасибо всем большое за внимание. Можете написать в комментариях, какие у вас итоги лета или двух месяцев лета, как у вас там было. Будет тоже очень интересно почитать. Все. Спасибо всем большое за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока!